Главными вопросами повестки дня еженедельного аппаратного совещания руководителей отделов и ведомств муниципалитета стали причиной отключения электроэнергии во многих микрорайонах города, ход проводимой работы службами коммунального хозяйства с бесхозно-бродячим скотом в общественных местах и ряд других вопросов. Право разъяснить ситуацию с прекращением подачи электроэнергии в некоторых частях города было предоставлено главному инженеру горэлектросети Залибеку Малатаджиеву. В 20 минут случилась авария на подстанкции Акташ, которая находится на Могилевском, на стороне 110 тысяч вольт, там повышенное напряжение пошло, и у них главный вод отключился. О намеченных планах борьбы с бесхозно-бродячим скотом в черте города рассказал директор МОПХАС благоустройства Абдулкерим Кутбудинов. Отметив, что на сегодняшний день обустроен земельный участок, куда будут загонять и держать бродячий скот. В свою очередь, главный инженер управления коммунального хозяйства Султан Паша Саидов проинформировал о том, что продолжаются мероприятия по теплоизоляции тепловых сетей и что в течение 10 дней запланировано завершить всю работу в данном направлении. Далее с отчетом выступил заместитель начальника управления гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Вахер Султаджангулов. Три случая отравления, угадан-гадан, без смертельного исхода, возгорание одной машины и вскрытие дверей. Значит, вот по вопросам за истекшую неделю у нас в основном шквал звонков был именно по электричеству. План мероприятий на текущую неделю предоставила начальник отдела по делам молодежи и туризму Эшат Атаева. С новостями спортивного направления выступил начальник отдела по физической культуре и спорту Магомед Али Газимагомедов, который рассказал, что в ближайшее время во дворце Гамида Гамидова состоятся всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юниоров 1998-2000 годов рождения. Зарема Хайблаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс». Субтитры создавал DimaTorzok